Начали уже вверх пролаг, короче, мы подождали. Они поэтому затеяли? Поэтому переговоры затеяли, все прочее. Сейчас хотят, сейчас уйти, но оставшиеся, сейчас это уже узаконено будет оставаться. А оставшиеся на все времена будут воздармом. Если, как они говорят, Грузия, Абхазия, то Абхазия пусть договариваются. Вот войска тоже должен быть в любом государстве, автономный руководство, известность, согласовывается. Сегодня Абхазия сама состояние обеспечивает охрану железную дорогу, сама состояние, как же, прекратить бандитизм и все прочее. Пускай войска уходят, они обеспечены. Не справится она, тогда пускай заводят. Не нужна там бронетехника, чтобы железную дорогу охранять? Бронетехника нужна для того, чтобы что-то разрушить. Бронетехника ничего не возводят, не строят. Бронетехника разрушают. Для охраны хватит. Просто моторизованная пехота хватит. И то, и БМП там не нужны. Чтобы дороги, асфальт такие дороги портит, не нужны. Единственное, важно несколько перекрестков, пару батареев поставить, если бы понятно. Но и они сегодня не нужны. Потому что тут охрану обеспечить легко. Тут только одно побережье, как говорится, одна улица, она все побережье тянется. И абхазский полк внутренних войск, МВД, они сами в состоянии, как же, полностью обеспечивают охрану. И грузинские власти есть, они конкретно хотели в железо-рог охраны. Должны были им сказать, вот охраняйте. А если не справиться, не справиться, другое дело. Тут дело не в Менгреле, ни в чем другом. Они под этим предлогом просто хотели свергнуть ваше правительство. И свергнуть в зачатке вашей свободы, вашего возрождения. Вот они хотели. Не получилось теперь по-другому выкручивать. Выкручивать это их не дело. Но конкретно сегодня говорят, сегодня уже будет тоже чеченцев вводить, конфедерация вводить, все прочее. Ни Шевернадзе приводил сюда конфедерацию и чеченцев, и не он их вывезет. Знаешь, так авгазский народ скажет, спасибо, до свидания, мы уйдем. Но не мы первым, не мы первым будем. А если, если, короче, люди захочут воевать, короче, то уже завтра поднимется не тот Кавказ, весь мир поднимется. И с Россией будем воевать, если Россия будет за нас стоять. А, потому что мужчины, короче, без разницы, где умереть и от какой пули умереть. От российской пули или от грузинской руки. Разницы нет. Главное, за что ты умираешь. Главное, человек, чтобы знал, кто его враг. Сегодня его враг в Грузии и Россия в лице Грузии. Потому что это Россия, короче, и позволение России, короче, что это делает Грузия. Грузия никогда бы не посмела, если Россия их не позволила. Понимаете? Грузия. Грузия. Продолжение следует...